Добрый вечер! В Красноярске 20.30 на телеканале Енисей Новости в студии Сергей Инжутов. Смотрите в этом выпуске. Новый терминал аэропорта Красноярск официально открыт. Как проходила торжественная церемония, а также когда и куда отправится первый рейс. Господа, просим вас провести процедуру открытия аэропорта. Вам всем вместе нужно приложить ладони к экрану. Как избавить Красноярск от пробок, придумали ученые из Санкт-Петербурга. Что они предложили изменить на самых загруженных магистралях? Запрещение левых поворотов на улице Шахтеров и организация отнесенного левого поворота через улицу с Пандареном. Жители поселка Каменный Яр остались без детского сада. Почему закрыли единственное место для дошколят и как будет решаться эта проблема? Многодетная мать, мать-одиночка и теперь сидит, получается, с тремя детьми, которые ходили в сад. Полторы тысячи шаров и больше пяти тысячи разноцветных огней. В Красноярске открывается главная елка. Что изменилось в этом году? Новый год! Красноярск! Исторический момент. В аэропорту Красноярск сегодня официально открылся новый терминал. Теперь наш аэровокзал самый большой за Уралом. За торжественной церемонией следила моя коллега Алина Штоколова. Она расскажет, как все было, а также о том, когда и куда отправиться в первый рейс. Сегодня произошло действительно историческое событие. Его ждали гораздо дольше тех полутора лет, которые шла стройка. Наверное, с того самого момента, как в Красноярске появился аэропорт. Это без малого три десятка лет. И, во-первых, директор вспоминает, старый терминал переоборудовали из склада и даже представить себе не могли, что однажды у нас появится вот такая красота. Хотя, конечно, мечтали об этом. Просто великолепно. По сравнению с теми вокзалами, которые я видел, даже московские вокзалы, на мой взгляд, они никакого сравнения не выдерживают с этим. Простор, благодать. Для пассажиров весьма удобно. Да и для обслуживающего персонала, я надеюсь, тоже. А теперь немного цифр. Новый аэровокзал Красноярска – это 58 тысяч квадратных метров. Он самый большой за Уралом. Его фасад – это больше 14 тысяч квадратных метров стекла и 4 тысячи тонн металлоконструкции. Именно здесь установлен уникальный экран длиной 28 и высотой 8 метров. На нем будут транслироваться не только электронное табло, но и ролики об истории и уникальных местах нашего края. Чтобы это без преувеличения технологическое чудо построить в срок, ежедневно на площадке работали по 600 человек. Все те, кто занимался от краевой власти этой темой, здесь на самом деле не вали и ночевали, поэтому это для нас не новость. Но, конечно, испытывали все волнение, успеют ли в срок, ли все ли удастся. Конечно, большое сделали дело строители. Вы видите, что проект серьезный, красивый. Теперь в Красноярск не стыдно приглашать никого точно. Я думаю, встречать будет удобно и красиво. Но нам было очень важно здесь, посмотрите, сохранить, внести сюда, вот в это современное сооружение, вот нашу нотку Красноярскую. Поэтому, видите, тема Енисейской Сибири, она здесь, конечно, реализована. Важно, что гости будут прекрасно понимать, что они находятся именно в Красноярске. По задумке, пол терминала – это течение нашей великой реки. Потолок – это крылья птицы. На втором этаже в зале ожидания выставка картин Василия Сурикова. На стенах наши знаменитые петрографы. Рабочее название новому терминалу «Дети одной реки» дал Александр Уз, который привнес его в дизайн очень много своих идей. Пристально сидел за всем, что из этого получается. Аэропорт должен быть открытием для наших гостей самой этой красивейшей и огромной территории. И одновременно он должен открывать для нас, для красноярцев, собственную енисейскую землю. Потому что вот в суете, в обыденной жизни мы зачастую не замечаем вот той красоты, в которой мы живем, тех возможностей, которые открывают сибирские вызовы. Внутри все сделано так, чтобы пассажирам было максимально удобно. В новом терминале 26 стоек регистрации. В старом их было всего 11. 6 телетрапов, 21 лифт, 4 эскалатора и столько же подъемников. Я считаю, что у такого региона, в котором сосредоточены основные богатства природной Российской Федерации, в таком регионе, откуда очень много деятелей искусств, в таком действительно регионе, в основном локомотиве по бюджетным отчислениям, федеральный бюджет, я считаю, что ворота воздушные должны быть достойного уровня. Строительство нового аэровокзала встало в кругленькую сумму, около 5 миллиардов рублей. Это деньги частного инвестора. При этом Красноярскому краю удалось оставить за собой 49% акций, что позволит нам участвовать в жизни аэропорта. И уже скоро из Красноярска полетят рейсы по новым направлениям. Красноярск находится на середине так называемых транссибирских воздушных маршрутов. И с появлением международного аэропорта такого уровня уже возникают предпосылки для того, чтобы самолеты российских и иностранных авиакомпаний не летали транзитом над Сибирью, а могли совершать посадки в Сибири, загружаться здесь продукцией, загружать пассажиров, брать на борт туристов и лететь во все уголки мира. А самый первый рейс отправится отсюда уже завтра утром. В 11.40 пассажиры полетят в Норильск. И с этого дня абсолютно все внутренние перелеты будут осуществляться именно из внутреннего терминала. А во второй половине 2018 года сюда переведут и международные рейсы. Алина Штокова, Денис Тимошенко, Алексей Гусев. Новости. Еще одно торжественное событие. Сегодня в столице края открылась главная городская елка. Праздничное действие второй год подряд разворачивается на острове Татышев. Красноярская елка по-прежнему одна из самых больших в России. Ее высота 46 метров. Чтобы украсить новогоднее дерево понадобилось 1640 шаров и больше 5000 разноцветных огней. На острове собрались несколько сотен горожан. Для них устроили театрализованное представление, а самые маленькие гости смогли поучаствовать в играх с аниматорами. Ну и конечно, какой же праздник без горок? В этом году их здесь целых 15. Самая маленькая всего полметра в высоту, а самая большая для взрослых заканчивается ледяной дорожкой длиной 70 метров. Традиционно красноярцев поздравил глава города, а кульминацией праздника стал пятиминутный фейерверк. Мы всегда главной городской елкой, которая находится, как я уже сказал, в центре нашего города, на такой атмосферной зоне острова Татышева, открываем вот этот настоящий калейдоскоп массовых новогодних мероприятий, которые будут проходить не только здесь. У нас более 200 площадок в городе подготовлено для того, чтобы можно было в любой части города почувствовать новогоднее настроение. Все отлично, все здорово. Вообще мы на самом деле, сколько здесь живем, еще ни разу не были на открытии елки. Вот пришли, такая замечательная погода, все нравится, детям нравится. Погода, хорошо повезло, что тепло, да. Успели уже прокатиться на горках? Прокатались уже, да? Да и маленький катался. Вот пришли немножко. Запасная горка хорошая нынче. Очень нравится, очень все хорошо. Прям супер, Максим, как тебе елка? Очень радостно. Все нравится? Расскажи, какая елка красивая. Какая елка красивая. Горки какие? Горки какие. Уже успел прокатиться? Да. Нравится с горок кататься? Да. Нам все очень нравится. Мы приехали сюда из Назарова. Мы не красноярские жители. Все здорово, очень красиво, очень много фигур, все блестит. Настроение замечательное. Нас нужен новый шанс, шанс, шанс. Чудеса случается, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас, 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 не в этой шанс, шанс, шанс. Ну и уже после короткой рекламы расскажем, почему улицу Керенского в Красноярске в этом году не откроют. А также, как ученые из Петербурга предложили решить проблему пробок в Красноярске. Оставайтесь с нами. На телеканале Енисей новости мы продолжаем выпуск. В поселке Каменный Яр Емельяновского района закрылся единственный детский садик. Здание признано аварийным. Его посещали 42 ребенка. Теперь многим родителям пришлось оставить работу, чтобы сидеть дома с детьми. Когда станет возможен ремонт сада, разбиралась Мария Антюшева. Бык, слон, мяш. Пока спит пятимесячная дочка, Людмила выкраивает время, чтобы позаниматься с сыном. Илья идет в школу в следующем году. Ему необходимы подготовительные уроки. Раньше они проводились в поселковом детском саду. Но вот уже месяц он закрыт. Причем у Людмилы ситуация еще не самая сложная. Все сидим дома, получается. Есть у меня коллега по работе. Она вообще многодетная мать, мать-одиночка. И теперь сидит, получается, с тремя детьми, которые ходили в сад. Нуждались в саду. Она сидит с ними дома. Вот что ей сейчас делать. Зданию садика полвека. За это время капитального ремонта не было ни разу. Только косметический. В конце ноября воспитатели пришли на работу после выходных и обнаружили, что в одной из комнат провисает потолок, а в стене трещина. Тут же вызвали экспертную комиссию из Емельянова. Она постановила, в здании находиться опасно. Родителям велели срочно забрать детей домой. В качестве альтернативы им предложили места в садиках других поселков района. Но оказалось, что добраться до них могут единицы. Автобус приезжает в Каменный Яр всего два раза в неделю, во вторник и в четверг. Вот на этом самом месте он собирает людей утром, отвозит их в Емельяново и уже днем возвращает назад. Поэтому пользоваться этим маршрутом, чтобы возить детей в детский садик, совершенно нереально. Есть в поселке и школьный автобус, но чтобы отправлять на нем малышей, по закону его необходимо оборудовать детскими автокреслами, а денег на это у района нет. Личный транспорт тоже есть не у многих. Из 42 ребятишек, что ходили в сад, только девятерых родители смогут возить в другие поселки. Для шестилеток и старшей группы нашли компромисс. С 9 января они будут ходить в местную школу на подготовительные занятия с 12 утра и до 5 вечера. Но за эти часы родители все равно не будут успевать сходить на работу, поэтому большинство с нетерпением ждет открытие сада. В администрации Емельяновского района тем временем ищут деньги на ремонт. По результатам экспертизы была составлена проектно-осметная документация. Работы были осмечены в размере 3,5 миллионов. А так как у нас получилось, что на конец года бюджет уже освоен, а на следующий год у нас дефицит бюджета порядка 50 миллионов рублей, в администрации Емельяновского района подготовлено письмо правительства края с просьбой помочь выделению необходимой суммы. В Министерстве образования края пояснили, что о ситуации в Каменном Яре они знают и держат ее на контроле. Но искать средства на ремонт сада специалисты министерства смогут начать только после того, как получат письмо из района и изучат все документы. Мария Анчушева, Всеволод Никитин, Новости. Улицу Керенского в Красноярске не откроют в этом году. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог по краю. Напомню, из-за строительства подземного пешеходного перехода с сентября дорога закрыта на участке от улицы Пролетарская до Михаила Годенко. Открыть ее планировали еще в октябре, но сроки по разным причинам переносились несколько раз. Как объяснили в Крудоре, сейчас основные работы на Керенского закончены, но открыть дорогу запретила приемная комиссия. Из-за того, что забор, которым огорожена строительная площадка, мешает безопасному движению пешеходов. Открывать двустороннее движение по улице Керенского в этом месте без учета пешеходной безопасности категорически нельзя. Скорее всего, движение откроется только тогда, когда движение будет в одностороннем режиме запущено. Ну, а это случится тогда, когда начнется строительство пешеходных переходов на улице Копылова и на улице Красной Армии. Правосторонние шлюзы, зеленые волны и автомобильные эстакады. Инженеры из Санкт-Петербурга придумали, как избавить Красноярск от пробок. Большой проект был оплачен из средств организации Объединенных Наций в рамках программы снижения выбросов парниковых газов. Что можно изменить, знает Анна Московских. Больше года работники Петербургсова, научно-исследовательского института автомобильного транспорта, изучали дорожную схему Красноярска, перспективы застройки и просчитывали 160 различных сценариев, как изменить движение краевого центра. В результате разработали целый комплекс мер по улучшению дорожной обстановки. По замыслу проектировщиков скорость движения в черте города необходимо снизить до 40 км в час. Еще одна задумка обустроить на проспекте Мира велосипедные дорожки. Всего разработчики запланировали 930 мероприятий. Конечно, предполагается, что реализовывать их будут не одномоментно, а на протяжении 15 лет. Среди конкретных предложений – оптимизация режима работы всех городских светофоров, создание правоповоротных шлюзов, а также зеленых волн, которые разгрузят переполненные сейчас дороги. Предполагается участок уличной дорожной сети от пересечения улицы Татмина до Юшкова до пересечения Высотной и Свободного проспекта. И второй участок уличной дорожной сети – это от пересечения улицы Партизана-Железняка и улицы Аэровокзальной до пересечения Партизана-Железняка и Краснодарской. Также среди предложений – создание автомобильных эстакад. Одна из них, к примеру, должна появиться на пересечении улиц Партизана-Железняка и Краснодарской. Сейчас движение здесь очень тормозит светофор. Вот так, по замыслу инженеров, улица будет выглядеть после строительства Виадука. Правда, возведение этого объекта очень затратно и, скорее, задумка на будущее. Возможно, ее удастся реализовать по проекту «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года предполагается представление федеральных субсидий, серьезных средств на новое строительство, на мероприятие по реконструкции. Таким образом, к примеру, та эстакада, которую мы показали, или другие объекты нового капстроительства смогут быть построены с серьезным привлечением федеральных средств. Все наработки питерские проектировщики передали в администрацию Красноярска. Кое-что планируется воплотить уже в ближайшее время. Запрещение левых поворотов на улице Шахтеров и организация отнесенного левого поворота через улицу Спондаряна об этой работе также уже предложена. То есть, возможно, что на следующий год, в 2018 году, мы на улице Шахтеров это предложение реализуем. Также здесь объем работы достаточно большой, и по мере реализации этих мероприятий, мы в соответствии с федеральным законом будем информировать граждан города Красноярска о тех вводимых изменениях. Проектировщики ожидают, что к 2033 году, после внедрения всех мероприятий, красноярцы активнее будут пользоваться общественным транспортом и отказываться от личного. Себестоимость перевозок снизится, а также значительно сократятся выбросы в атмосферу. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости. В Енисейском районе жители сел Ярцево, Ворогово и Бор оказались фактически отрезаны от большой земли. Из-за теплой погоды там частично размыло самый большой зимник протяженностью 150 километров. Теперь он непригоден для движения транспорта. Автомобилисты вынуждены пользоваться зимником, который почти в два раза длиннее, а значит тратить на дорогу больше времени. Попасть из Енисейска в село Ярцево можно и на вертолете, но он летает только дважды в неделю по понедельникам и пятницам. В данный момент у нас произошло подтопление выше поселка Назимова. Это район реки Пучеглазиха. На Пучеглазихе весенним половодьем три года назад мост был снесен. В данный момент этот участок дороги закрыт для движения, для обеспечения проезда на северных территориях. Это Ярцево и Таруханский район Назимова происходит по зимнику протяженностью 211 километров Ускемного Назимова. В году фактически пустует и автодорога в объезд Енисейска. Из-за теплой погоды около четырех километров болотистой местности здесь не могут промерзнуть. Несмотря на то, что внешний зимник выглядит безопасно, грузовые автомобили местами рискуют провалиться. Дорожники надеются, что решить проблему удастся в середине января. К этому времени, по данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 20. И такая погода простоит неделю. Всего в Енисейском районе ежегодно прокладывают 742 километра зимних автодорог. В Красноярск привезли пять колоколов для Барабановской церкви Пороскевы Пятницы. Когда там люди услышат колокольный звон, расскажем после короткой паузы. Вернемся к новостям. В Красноярском крае в многоквартирных домах старые постройки устанавливают лифты, удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый такой подъемник появился в Красноярске в одной из высоток на проспекте Свободный. Лифт в доме заменили по программе капитального ремонта. Для того, чтобы в кабину легко помещались инвалидные коляски, пришлось расширить стены шахты. Кроме того, в новом подъемнике установлены стальные круглые поручни и кнопки со шрифтом Брайля. Чтобы смонтировать современные кабины, был выполнен специальный проект. Теперь его будут использовать для установки аналогичных лифтов и в других домах. Мы провели определенную работу по изучению возможностей изготовления лифта. Он серийный, но возможности лифта с расширенным проемом 800 и глубиной кабины в 1100, что позволяло отнести его уже для пользования лиц с физическими недостатками, включая инвалидов-колясочников. Это 150-й лифт, который отремонтировал фонд капитального ремонта за последние два года. В Красноярске их отремонтировано более 100 лифтов уже за это время. И по другим городам тоже, где есть такое оборудование, ведутся замены. Но, конечно, там гораздо меньшее количество. До 2020 года по краткосрочному плану, который утвержден в правительстве Красноярского края, будет отремонтировано около 1000 лифтов. В Красноярске доставили пять колоколов для церкви Пороскевы Пятницы в селе Барабаново. Все они выполнены из медно-оловянного сплава на одном из заводов Подмосковья и весят от 4 до 32 килограммов. Подобраны по тональности и стилю. Этот комплект станет дополнением к 140-килограммовому колоколу-благовесту, который установили в Барабановском храме два года назад. Вся новая звонница собрана на деньги меценатов. Напомню, церковь Пороскевы Пятницы признана памятником архитектуры и является одним из шедевров деревянного зоотчества Сибири. В советские годы она использовалась как зернохранилище, а после и вовсе была заброшена. Около пяти лет назад началась реставрация храма. В следующем году колокольный звон прозвучит в святыне впервые за 80 лет. В течение примерно месяца мы будем готовиться к этому очень важному для нас событию. Будем оборудовать звонницу, натягивать различные веревочки. И даст Бог в конце января, в одну из суббот, мы осветим эти колокола в деревню Барабаново и они займут свое место на звоннице. Надеюсь, уже навсегда. Городская электричка перевезла миллиардного пассажира. Им стала Татьяна Горощук из Емельяновского района. Женщина работает в Красноярске и каждый день ездит в краевой центр от станции Щипзавод и обратно. Вот и сегодня она покупала билет на привычный маршрут, когда автоматизированная система сообщила, что Татьяне улыбнулась в дачах. Церемонию награждения провели тут же на вокзале. Поздравить счастливицу пришли Дед Мороз и руководители компании-перевозчика. Женщине вручили годовой абонемент на проезд в электричке, электронную книгу, чтобы коротать время в пути, а также сертификат, подтверждающий статус миллиардного пассажира. Конечно, для меня это шок и неожиданность. Ну и как-то, ну конечно, приятно. Ну вообще-то мы без железной дороги никуда, нас электрички очень выручают. Молодые красноярские спасатели сегодня торжественно приняли присягу. Все они в этом году поступили на службу. Церемония прошла на площади стелы 30-летия победы в Великой Отечественной войне в Кировском районе Красноярска. Это мероприятие – большая ответственность для начинающих работников службы МЧС. В присутствии почетных гостей руководителей 11 человек произнесли торжественную клятву. А в завершении церемонии состоялось возложение цветов к памятнику труженикам тыла. Для людей это волнующая на самом деле процедура. И действительно, давая сегодня клятву верности Родине, перед лицом своих товарищей, ко многому обязаны. Красноярские врачи, которые будут работать на универсиаде, прошли спортивную проверку на горнолыжном склоне. Медики должны уметь не только быстро и квалифицированно оказывать неотложную помощь, но и уметь держаться на лыжах. Ведь соревнования проводятся на склонах, и спортсмены могут получить травмы прямо во время спуска. Нередки падения и, как следствие, вывихи, переломы и другие повреждения. Спортивную подготовку медиков проверяли инструкторы. Они давали различные задания и проверяли технику врачей. Всего в мобильную бригаду наберут около 30 человек. В нее обойдут специалисты по спортивной медицине, анестезиологи, реаниматологи, травматологи, ортопеды, хирурги и спасатели. Как говорят сами врачи, у них довольно много возможностей оказания помощи пострадавшим спортсменам на горнолыжном склоне. Он может сделать инъекцию обезболивающего, в том числе и наркотического препарата. Он может шинировать пациента. Есть специальные пневмошины, которые быстро накладываются. То есть много всего, вплоть до сречной лёгочной реанимации в некоторых случаях, если пациент без сознания, пострадавший. В Минусинске открылся новогодний базар с поделками ручной работы, а в Шарыпове появился каменный стегозавр. Все подробности после короткой рекламы. Продолжаем выпуск. В Минусинске состоялся новогодний арт-базар. Мастерицы Юга, Края и Хакасии приготовили в новых техниках рукоделия массу сувениров и подарков к предстоящим праздникам. Настоящие эксклюзии в подарки из стекла, дерева, кожи, глины и ненужных мелочей. Тему продолжит Ольга Максёшина. Арт-базар – это выставка продажи изделий ручной работы, где несколько десятков мастеров представляют свои творения. Работы в технике фьюзинг, декупаж, нетрадиционное рукоделие, энкаустика, где мастер создаёт рисунок с помощью утюга и воска. Самодельное мыло новогоднее с хвойным маслом и травами. В каждом своём кусочке баночки я хотела вложить часть новогоднего настроения. И открыв его, вы можете его почувствовать. Крема, скрабы, бальзамы для губ, мыло – всё сделано вручную. Автор этих подарков Полина Воронина говорит, мыло ручной работы к Новому году не просто сувенир, который будет пылиться на полке, а очень даже нужная вещь. Вся эта продукция рождается в домашней мыловарне, которую мастерица назвала «Кусочек счастья». Придумала название и разработала сама дизайн упаковки. К Новому году я специально варила вот такое мыло с такими зимними принтами и названиями, этикеточками, с зимними запахами, согревающими, пряными, приятными. То есть, чтобы человек, взяв кусочек в руки мыла, получил именно какое-то такое настроение согревающее, то, что нужно для зимы. Организаторы арт-базара уверены сегодня в цене индивидуальность и всё, что связано с этим понятием. Поэтому авторские подарки очень ценные и актуальны. Такие сувениры невозможно подобрать случайно. Они сами выбирают своего обладателя. Минусинску это очень нужно. В Абакане перенасыщение уже начинается ярмарок, в Красноярске ещё больше перенасыщения. А у нас этого не хватает. И поэтому это нам необходимо просто. Особенно в преддверии праздников, таких как Новый год, тем более. Нужно периодически всё это проводить, потому что, ну я считаю, это как вообще для жителей, для всех людей. И для людей пожилого возраста, вот для пенсионеров, это занятие большое, ну хорошая такая, душина. Я приобрела такую уже первую поделочку, так как Новый год поставлю на новогодний сон. Здесь же мастера и умельцы проводят мастер-классы по изготовлению ёлочной игрушки на спеле дерева. Можно научиться делать ловцов снов и своими руками смастерить памятные подарки из кожи и цветного стекла. Ремесленники обещают создать по-настоящему новогоднее волшебное настроение для всех жителей южной столицы края. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. В Шарыпове установили необычный арт-объект – монумент динозавра. Местный скульптор Пётр Симаков сделал его из искусственного камня. Извояние стегозавра имеет для шарыповцев особый смысл. Кости этого травоядного из юрского периода были обнаружены на территории угольного разреза. Сейчас восстановленный скелет животного находится в зале Краевического музея. Ученые из Петербурга и Москвы подтвердили, что это ранее неизвестный подвид стегозавров. Но название у него появится только тогда, когда будут найдены кости головы. Пока местные жители его называют шарыпозавр. «Но наиболее удачные находки были сделаны примерно 8 лет назад, когда удалось найти линзу, где лежало 2 особи стегозавра. Вот тогда было найдено основное количество костей, в том числе и крупных костей. Но буквально в прошлом году, опять же, была удача. Я также обнаружил местные, где найдены были еще крупные лопатки этого животного, тоже позвонки были, хвостовые шипы были найдены, ну и фаланги этого животного». Большой гусиный праздник прошел в селе Михайловка Ужурского района. Уже 5 лет здесь проводят народные гуляния под названием «Михайловский гусь». Это не случайно. Почти все семьи здесь держат этих птиц, а на праздник приезжают люди из соседних территорий. События завоевывает любовь все большего числа жителей, и организаторы даже задумываются о том, чтобы вывести его на краевой уровень. Неизменные атрибуты гуляний, песни и танцы с ростовыми куклами и множество угощений. Участники соревнуются в различных номинациях. Гусь-гигант, гусиные лакомства, музейный экспонат, а также мастерят главный персонаж праздника из разных подручных материалов. Ну и, конечно, делятся секретами. «Вывести здорового гусенка, ну и следить за питанием, следить за то, что не замерзли, что-то было мотивировано в личку постоянно, в доме постоянно, и все будет замечательно. Были ли какие-то личные рекорды тяжелых гусей? Вот три года назад был 5800 самый большой гусей. Ну, пока больше не получается». На этом пока все. Следующий выпуск в 23.30. Телефон для ваших сообщений 236-01-36. Наш сайт в интернете. Несей.ТВ